Пинко Пинко Нет, этого не может быть! Самое главное в этой ситуации не поддаваться панике Случай необычный, но далеко не из ряда вон Ольша, вам скажу, ситуация уже практически под контролем У Лосяша даже есть версия происходящего Коллега? Благодарю Друзья мои одноцветные, я склонен предположить, что все мы стали жертвой вируса, который повредил наш ген меланина Чего-чего повредил? Как я уже рассказывал ранее, в каждой клетке нашего тела содержится молекула ДНК, в которой записаны все особенности организма Размер глаз, особенности характера или цвет кожи За каждый из этих признаков отвечает определенный ген Из таких, собственно, генов и состоит молекула ДНК Один из этих генов называется ген меланина Он защищает нас от солнца, делая кожу и волосы темнее Если он выходит из строя, то кожа и волосы становятся белыми, что мы и наблюдаем в нашем случае И что же нам теперь делать? Белый цвет, это уже не модно! Более того, белая кожа это вредно Я настоятельно рекомендую всем избегать солнечных лучей Ну куда ты? Ну я тоже... Подождите! Лосяж забыл сказать самое главное Он собирается провести в своей лаборатории исследования и найти средства, которое всем нам вернет прежний вид Да-да, это всего лишь вопрос времени А если у тебя будут помощники? Времени понадобится меньше? Эээ, конечно же... Тогда я доброволец! Спасибо, инициативная вы моя Эх, из-за этого вируса даже не погулять! Когда там лосяж наконец найдет свое лекарство? Ёжик, может железную дорогу замутим, а? В этом есть что-то неправильное Да что неправильного в железной дороге? Я проверился Откуда он появился? Почему? У всего должна быть своя причина Да мало ли какие тут причины! Я вон опять руки не помыл накануне Ну и подцепил, как обычно Первый раз, что ли? Нет, это какой-то новый вирус Иначе ты бы уже давно ходил белым Ю-ху! А я где-то слышал, что кролики и должны быть белыми Слушай, а может я как раз вылечился? То, чем мы сейчас будем заниматься, называется биотехнологией Это наука, которая использует достижения генетики и молекулярной биологии Для лечения различных болезней Так вот, все живое на нашей планете состоит из белков Собственно, гены в молекуле ДНК занимаются проектированием этих самых белков Каждый ген отвечает за производство своего уникального белка Из десятков тысяч возможных Сейчас нас интересует белок меланин Который по какой-то причине пропал из наших организмов И обесцветил нас Мы постараемся вылечить ген, который отвечает за производство этого белка И сделаем мы это при помощи вируса Вируса? Но разве вирус это не что-то вредное? Именно! Друг мой осторожный Но мы сделаем искусственный вирус Который будет делать только то, что мы захотим За дело, мои ассистенты! И постараемся случайно не создать какую-нибудь новую неизлечимую болезнь Ну, елки-иголки, ну куда ты собрался? Солнце ведь! Я хочу понять, что происходит Ты со мной? А куда я тебя такого одного отпущу? У вирусов есть уникальная способность Сами они не способны двигаться и размножаться в организме Поэтому их называют неживыми паразитами Но вирусы могут прилипнуть к клетке И проникнуть внутрь Внутри клетки вирус встраивает свои гены в ее ДНК И меняет ее После этого клетка начинает производить белки вируса Из которых внутри клетки рождаются новые вирусы Эти вирусы прилипают к новым клеткам Таким образом мы можем изменить ДНК всех клеток организма И чего мы добились? Заразили бедный организм вирусами Не забывайте, что это искусственный вирус Биотехнологии наделяют искусственные вирусы Способностью производить нужный белок А потом используют его природные свойства Для распространения этого белка по клеткам организма Которым его как раз и не хватает В результате больные клетки становятся здоровыми Хитро придумано Заставить вирусы работать на благо организма Но не всегда получается с первого раза Поэтому мы и проводим предварительные опыты Откуда этот вирус взялся? Я вот прямо очень уверен, что все это из-за неправильного питания А из-за чего же еще? Вся эта шумиха с вирусом ерунда Ой, обычная сезонная линька Телух-то Я не знаю, откуда взяться вирус Я не врач Но я знаю решение проблемы Водостойкая окраска Правда, у меня только черный Я знал, что рано или поздно Кто-нибудь спросит меня об этом Когда-то давным-давно Я знавал одну слонинку С далекого острова Махабад Махабад? Да, кроме прочих ее достоинств Была у нее удивительная особенность Она была абсолютно белой Для таких, как она, есть еще специальный научный термин Альбинос От латинского albus Белый Но я же не знал, что это может быть заразным А почему этот вирус Проявился только сейчас? Интересный вопрос Наверное, в те годы Мой молодой и крепкий организм Успешно с ним боролся Да Но за эти годы вирус Мутировал И домутировал до такого состояния Что обесцветил разум всех нас Елки-голки Еще бы чуть-чуть помутировал Всю планету бы накрыло Друзья мои Нашей группе удалось получить нужное лекарство Не будем говорить непосвященным Что это искусственный вирус Но его действия мы пока проверили только на подопытных образцах Ух ты, укуси Чудо А теперь нужен доброволец Который согласится первым Попробовать действие препарата на себе Давайте я попробую Эх, укуси меня, пчела И мне И мне Ответ Я же поменять А все-таки бурым медведем быть лучше, чем я Но позвольте Остался еще один шприц Кто не сделал инъекцию, друзья мои? А куда ежик-то подевался? Ежик, вот ты где Лосяш со своей командой нашли противоядие Противоядие это, конечно, хорошо Еще бы Но меня волнует, что с нами произошло что-то очень странное Оп Ой, и нет больше никакого вируса Ну хорошо, что все Ух, ну все, вроде всех успели раскрасить А, еще бы чуть-чуть, и за тебя бы серию не успели сдать вовремя А разве персонажей не ты должен раскрашивать? Вообще-то я режиссер А ты художник Ладно, чего уж теперь Хорошо еще сценаристы помогли выкрутиться Да, с Верусом хорошая идея Кстати, надо сценаристов предупредить, чтобы они с ежиком были поосторожнее Он, похоже, начинает о чем-то догадываться Ты ничего не слышал? Нет, а что? Наверное, показалось Ёлки-иголки, понаставили тут Да где здесь каюта лосяша? Лабиринт какой-то Ай, ну ёлки-иголки! Крош, ты в порядке? Ёжик, ты цел? Ого! Так-так-так О! Лосяш, ты че тут окопался? Мы тебя обыскались Может, мы не вовремя? Друзья мои вездесущие Вы как раз вовремя Я стою на пороге удивительного открытия В области генетики Хм, неплохо для разнообразия А что это за генетика такая? Ну, генетика Наука о законах наследственности и изменчивости Хорошо, давайте по порядку Все мы состоим из крошечных клеток Это такие маленькие кирпичики, из которых построено все наше тело Они настолько мелкие, что увидеть их можно только в микроскоп Когда мы растем, число клеток увеличивается При этом у каждой части тела свои определенные клетки Клетки мышц, кожи, внутренних органов У всех этих клеток разные назначения и свойства Откуда эти клетки знают, где им расти? Вдруг у меня вместо клеток ушей вырастут клетки ног? Или еще чего похуже? Такая опасность, конечно, есть Поэтому мудрая природа придумала молекулу В которой зашифрован план нашего развития Молекулу ДНК Такая молекула есть внутри каждой нашей клетки Именно в ней хранится информация о том, что и где у нас вырастет Эту молекулу мы получили в наследство от родителей Поэтому мы и похожи на них У каждого молекула ДНК своя У одних есть рога, у других колючки, а у кого-то длинные уши За каждое из этих различий отвечает отдельный участок ДНК Который называется ген Таких генов в нашей ДНК больше 30 тысяч Я и не знал, что у меня столько особенностей Ну конечно же, на каждый из наших признаков есть свой ген Есть даже гены, отвечающие за особенности нашего характера Ёлки-иголки, можно тогда мне добавить ген-супер-силы И супер-прыгучести Именно этим и занимается наука генетика Правда, мы еще не научились создавать сверхспособность Зато мы умеем делать морозоустойчивые культурные растения И делать их несъедобными для насекомых Как раз сейчас я и работаю над этим для Копатыча То есть ты умеешь менять гены растений? Именно! Генетика занимается тем, что изучает и меняет гены Например, уже сегодня мы научились менять гены некоторых растений Такие растения называются генно-модифицированными Ученые могут сделать обычный помидор менее чувствительным к холодам А редиску несъедобный для насекомых Однако, кроме морозоустойчивости и насекомоотталкивания Я добавил в свою экспериментальную морковь кое-что еще Это будет сюрпризом для Копатыча Полюбуйтесь! Перед вами одно из величайших достижений современной генетики Созданное благодаря моему гену гениальности Оно исчезло Мое гениальное открытие пропало Да что это за открытие-то такое? Я случайно Я сумел добиться эффекта ускоренного деления клеток Благодаря этому любой овощ или фрукт можно было вырастить за один день Представляете? Здесь должна быть моя чудо-морковь Васяш, а твоя чудо-морковь могла ожить? Безусловно, не могла С чего бы ей... Если не ошибаюсь, это принадлежит Копатычу Феноменально Укуси меня, пшала А куда все подевалось? Полный назад! Продинайся! Да нет, нет, нет! Перед, вперед, вперед! Назад! Ты не туда! Шо еще за игрушки? А-а-а-а-а! Кто-нибудь может мне объяснить, что произошло с беднякой Копатычем? Скорее всего, в этом виновата моя генетически модифицированная морковь Я сумел изменить овощ таким образом, что он стал вырастать за сутки Копатыч случайно съел одну такую морковь Каким-то немыслимым образом эта морковь изменила его ген роста Из-за этого клетки Копатыча стали делиться с феноменальной быстротой И он увеличился в размерах А можно это как-то изменить и вернуть нашего Копатыча? Мне не удалось добиться стабильности с морковью Через некоторое время она опять уменьшилась Думаю, что скоро и процессы внутри Копатыча обратятся вспять Как бы за это время Копатыч не обратил вспять всех нас Какие будут предложения? Вот ведь разлетались Мушки оголенные Копатыч! Ты меня слышишь, Копатыч! Кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх Крош, не надо Хотя ты прав Пожалуй, после нас здесь тоже никого не будет Значит так, наша цель вон та пещера Ёжик! Ёжик! Да что ж ты будешь делать? Копатыч! Замри! Крош? Ты где? Не окрути головой! Вообще не шевелись! Да хорошо, хорошо Что за глупые игры? Это не игры Это вопрос жизни и смерти Я тебе сейчас С'ябжусь нюх! Не знаю Х chat А ну-ка, ну, ну, что, ну? Послушайте, дремучий вы мой Я просто обязан опубликовать свои исследования А по-моему, эти исследования еще слишком опасны Давайте-ка пока ограничимся морозоустойчивыми помидорами Но ведь все закончилось, хорошо? По чистой случайности, коллега, по чистой случайности А я и не знал, что ежики бывают такие отважные Все, я победитель Это все мои гены Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, мои глаза! Они не в силах вынести столь ослепительной красоты. Ах, оставьте, друг мой сладкоречивый. Иначе я решу, что вы издеваетесь. Ну что ж, приступим. Боюсь, коллега, вы уже проиграли. Ну, позвольте, вы начали без меня. Это нечестно. Нечестно опаздывать на полчаса. У меня веская причина. Я был занят важным делом. О, да, я вижу. Коллега, в нашем возрасте уже не солидно тратить столько времени на марафет. Попрошу вас не ерничать. Это не какой-то там марафет, а культурный обряд. Его обязан совершать каждый интеллигентный лось. Едва у него появляются рога. Это наша философия. Наш символ. Была бы еще польза от этого символа. Сейчас я вам продемонстрирую, какая от моих рогов польза. Например, жонглирование. И вот так. Оле! Каково? А вот так. О, да я на них и стоять могу. Не стоит, дружище, не стоит. Так, пульс в норме, дыхание в норме. Ну что ж, поспать это сейчас для него лучше всего. А когда у него снова нарастет, так сказать, его символ? Была бы еще польза от этого символа. Ничего утешительного обещать не могу. Годы, как говорится, берут свое. Боюсь, неосторожное поведение нашего лосяша стоило ему последней пары рогов. То есть больше не вырастут? Но почему это несправедливо? Это закон природы. Сейчас все объясню. Мы все состоим из крохотных кирпичиков. Они называются клетками. Клетки умеют делиться. Таким образом получаются новые клетки. Это очень полезное свойство. Особенно, когда мы растем. Со временем наши клетки стареют или повреждаются. Но вместо них появляются новые. И все благодаря способности к делению. Вот выпадут у тебя, допустим, перья. Клетки поделятся и появятся новые. Если, конечно, возраст позволит. Значит, могут вырасти и новые рога. Ничего не значит. Наши клетки-кирпичики не могут делиться бесконечно. Рано или поздно количество попыток заканчивается. Поэтому с возрастом и ранки заживают хуже, и перья расти перестают. А о новых рогах и мечтать не приходится. Субтитры создавал DimaTorzok Дружище, ну нельзя же так. Ты уж совсем себя подзапустил. А вы знаете, у меня и вправду теперь полно свободного времени. Вот только я не знаю, на что его тратить. Вернее, ни на что не хочется. Перестань. Подумаешь, рога. Жизнь-то продолжается. Жизнь принадлежит молодым рогатым. На их стороне природа. Вот пусть молодые и надеются на свою природу. А ты должен сам решить свою проблему. В силу своего солидного возраста, нажатых знаний и накопленной мудрости. Увы, природу не обманешь. А ты попробуй. Заставь эти ленивые клетки работать. Пусть вырастят тебе новые рога. Ах, если бы все было так просто. Но вы не понимаете, насколько это... Сложные процессы. Ну, объясни. Все многоклеточные существа начинают свою жизнь с одной единственной оплодотворенной клетки. Значит, все наши крылья, ноги и хвосты получились из одной клетки? Ага. Тогда из любой части нашего организма можно вырастить все, что угодно. Если бы так, превратиться во что угодно могут лишь самые первые клетки. Такие клетки называются стволовые. Но спустя некоторое время стволовые клетки определяются со своей будущей профессией. Из одних получается скелет, из других — внутренние органы, а из третьих — рога и так далее. После того, как клетки выберут свой жизненный путь, они уже не смогут превратиться во что-то другое. А вот это так и не определилось. Очень небольшое количество стволовых клеток остается в нашем организме. Это наши ремонтные бригады. Как только в организме появляется какое-либо повреждение, именно стволовые клетки устремляются к месту поражения и превращаются в нужные клетки. Значит, есть надежда! Надо просто найти в твоем организме завалявшуюся стволовую клетку и отправить ее в нужное место. Вырастим тебе рога лучше прежних! Друг вы мой оптимистичный. Когда мы рождаемся, у нас на десять тысяч клеток приходится всего одна стволовая. У подростков уже одна стволовая на сто тысяч обычных. А у меня так вообще одна на миллион. Да хоть на миллиард! После того, как Пин уменьшит нашу спасательную капсулу до клеточного уровня, мы отправимся на ней внутрь старины Лосяша. Наша цель — костный мозг. Шансы невелики. Примерно миллион к одному. Но попытаться стоит! Глядите в оба. Эта стволовая клетка может быть где угодно. Да не боись, не пропустим! Эта стволовая клетка может быть где угодно. Эта стволовая клетка может быть где угодно. Как ты? Эта стволовая клетка guerения! Трица стволовая клетка для дела. Трица стволовая клетка! А-а-а! А-а-а! Друзья мои, отзывчивые, нет слов, чтобы передать вам всю мою признательность за то, что вы сделали. Конечно, использование стволовых клеток еще очень молодая наука. Но, очевидно, за стволовыми клетками будущее. Молодец! Да! Молодец! Молодец! Стаешь стволовые клетки! Первое предположение о существовании стволовых клеток высказал русский ученый Александр Александрович Максимов еще в начале 20 века. А Нобелевская премия за применение стволовых клеток в генетике была вручена лишь в 2007 году. Зато представителям сразу трех стран. Итальянцу Марио Копекки, англичанину Сэру Мартину Эвансу и американцу Оливеру Смитису. Еще немного. Поднажали. Раз, два. Раз, два. О, эскульт, привет. Медок мой не видели? О, да вот же он. Копатыч, ты почему пропускаешь ежедневные тренировки? Шутишь, что ли? На кой мне напрягаться? У нас же невесомость. Тут даже ходить не надо. А когда невесомость не будет, ты не собирается возвращаться на землю? Когда надо, вернусь, конечно. Но будь моя воля, всегда б так жил. Поймите, друг мой невесомый, пренебрежение физическими нагрузками крайне вредно. Тем более в невесомости. Зато приятно. Такое отношение к своему здоровью просто возбудительно. Ты же его губишь. Мое здоровье не жалуется. Это пока. Но потом, когда гравитация вернется, ваши мышцы и кости будут уже не такими сильными, как прежде. Да что с ним сделается? У медведя не мышцы – сталь, не кости – гранит. В общем-то, вы правы, конечно. Как это ни удивительно, но наши кости и правда прочнее гранита. А все потому, что наши кости композиционные по своей природе. Проще говоря, наши кости состоят из двух разных материалов – из коллагена и минерального вещества. Коллаген обеспечивает пластичность наших костей. А минеральное вещество по большей части состоит из кальция и отвечает за твердость. Почему же составной или композиционный материал лучше обыкновенного? Многие обычные материалы, обладая большой твердостью, очень хрупкие. Например, стекло. От удара по стеклу разбегаются трещины, которые его и раскалывают. Если же трещины не успевают образоваться, например, при ударе пули, то стекло, хоть и дырявое, не рассыпается на куски. Таким образом, прочность многих материалов была бы гораздо выше, если бы их структура препятствовала возникновению и распространению трещин. Именно пластичный коллаген, который входит в состав наших костей, препятствует распространению трещин. Поэтому наши кости и прочнее твердого, но хрупкого гранита. Впрочем, не стоит слишком злоупотреблять этой прочностью. Вот тут и оно. Ну, ладно, вы тут пыхтите дальше, не буду вас отвлекать. Не завидуем Копаточу. Еще пять минут нагрузок и сможете летать сколько хотите. Эх, красота! Поехали! Стоять! О, о, о! О, о! О, о! О, 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 о! О, 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 о! Ой! Чем-то меня в чему! А! Ой! 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 О, ой! А-а! А-а-а! А-а! Все живы-здоровы? Да вроде все Ёлки-иголки, а что это было-то? Судя по всему, случился короткий замыкание И мы упали на землю Похоже, все-таки на Луну Не знаю, как у вас У меня проблемы с этим ремнем Никак не могу его отстегнуть Бесполезно При замыкании вся электроника выходить из строя Нужно включить аварийный генератор И все будет работать Кто же его включит? Если мы все тут висим Может, Копатыч? Мы обречены О, кажись, цел Ушиби меня, астероид Ну и тряхнула Чего со мной такое? Еле хожу Да что со мной такое? Помогите Есть кто живой? Помогите! Это Копатыч Копатыч! 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 Копатыч сюда, скорее! Ой! Ой! А где вы? Я вас не вижу Мы? Прямо над тобой Вы чего там делаете? Ждем чудесного спасения Ребят, я сейчас Да что со мной такое? Еле двигаюсь Забодай меня, лосяш А ведь мы предупреждали Не спортивный вы наш Ваше нынешнее состояние Результат отсутствия тренировок И нагрузок Природа сделала человека Около пяти миллионов лет тому назад И сейчас человек Самое могущественное существо на Земле Наши кости прочнее гранита А мышцы сильны и выносливы Разумеется, при условии Постоянных нагрузок и тренировок Чего? Это еще зачем? Эй! Вот-вот В наше время Физические нагрузки Не являются необходимыми для выживания Чтобы заказать пиццу на ужин Достаточно чуть-чуть подвигать Пальцами одной руки Набирая телефонный номер доставки А чтобы добраться до места охоты Простите На работу Достаточно сесть в машину Чуть-чуть поворачивать руль И слегка нажимать на педальку А зачем на работу-то ездить? Ежели еду могут сразу домой привезти Но наше внутреннее устройство Ничуть не изменилось Поэтому легкость, с которой мы достаем еду И практически полное отсутствие физических упражнений У многих приводит к ожирению Сейчас около двух миллиардов людей Страдают этой тяжелой болезнью Природа на всем экономит И если мы не двигаемся, то она считает, что мышцы и кости нам пока не нужны. Постепенно бицепсы исчезают, а кости становятся косточками. Сложнее всего приходится космонавтам, ведь в невесомости нагрузки очень маленькие. Поэтому, чтобы кости космонавтов не ломались, они должны регулярно истязать себя на тренажерах. Я готов заниматься, ей-богу, хоть сейчас. Потом обязательно, но сейчас нам нужна твоя помощь. Надо включить аварийный генератор, иначе мы отсюда не выбраться. Но только умоляю, двигайтесь осторожнее. Ваши кости сейчас очень хрупкие. На Луне, конечно, силы тяжести меньше, чем на Земле. Но, тем не менее, одно неосторожное движение и... Да где же этот генератор-то? Генератор включает большой красный рычаг. Он находится рядом с приборной панелью. Ай, тьфу ты, зараза! Это маленькое усилие для медведя и огромное для медведя рахито. Да! 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 Но только умоляю, двигайтесь осторожнее. Ваши кости сейчас очень хрупкие. Одно неосторожное движение и... Внимание, резервный генератор включен Неужели нет таблетки, которая бы боролась с ожирением, потерей мышечной массы и хрупкостью костей? Увы, вернее, она найдена давным-давно Чудесное средство от всех этих болезней – спорт Ежедневно, создавая искусственную нагрузку для нашего организма, мы сможем противостоять этому недугу И тогда наши кости станут как гранит, а мышцы – как сталь Еще немного под ножами! Раз-два! 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 Ну давай! Физкульт-привет! Не завидуем Копаточу! Продолжаем тренировку! Быстрый, быстрый! Вот это правильно! Не будете тренироваться – окажетесь на моем месте! Редактор субтитров А.Семкин – Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok